МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый россиянин теперь может объявить себя банкротом. Сегодня вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. 1 октября, день пожилого человека, с чем от души и поздравляем березняковцев серебряного возраста. И мы готовы рассказать о самых важных событиях 1 октября. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. И начать мне придется с ужасной новости. Буквально три часа назад на улице Котовского произошла трагедия. Дотла выгорел частный деревянный дом. Хозяина дома спасти не удалось. С места происшествия репортаж Евгении Кокшаровой. Языки пламени, густой столб дыма. Пожарные подъехали быстро, но огонь утихомирить сразу не получается. В толпе соседей слышим, возможно, хозяин внутри дома. До пожара. Часа за три, за четыре я его видела. Возможно, он выпивал, может, заснул выпивший. Или проводка что-то. У них старая проводка в доме была. У них еще плитка такая мощная. Между тем, страсти вокруг горящего дома накаляются. По данным службы 04, в доме зарегистрирован газовый баллон. А это прямая угроза взрыва. Однако, к счастью, пожарные его не находят. Сейчас на улице дует сильный ветер. И задача огнеборцев не допустить, чтобы пламя распространилось на соседние дома. Душат уже минут 40. Спустя еще четверть часа опасность минует. Но борцы с огненной стихией подтверждают самые страшные опасения. Частный дом горит по улице Котовского, 50. На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожарные попали внутрь. В доме обнаружился погибшим хозяин дома. У погибшего в огне мужчины остались трое детей. Им только предстоит узнать, что папу они больше не увидят. Причину возгорания пока выясняют. Но огнеборцы, наверное, в тысячный раз предупреждают. От беды никто не застрахован, если не быть осторожными с огнем и электроприборами. Евгения Кокширова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. И к другим темам. Жалуйтесь, если нет тепла. С 1 по 15 октября в Березняках будет работать горячая линия по вопросам запуска отопления. Березняковцы, у которых возникают проблемы с теплоснабжением, могут сообщить об этом по телефону горячей линии 112 в единую дежурную диспетчерскую службу города. Жителям, которые живут на верхних этажах, необходимо обеспечить допуск в квартиры работников управляющих компаний к кранам Маевского или самостоятельно произвести стравливание воздуха из стояков. И еще одна важная информация для горожан. Новогор Прикамье сообщает, завтра, 2 октября, с 21 часа, ориентировочно на сутки, будет отключено водоснабжение в некоторых районах города. Водоснабжение будет отключено в связи с устранением течи по адресу Свердлова, 55. Под отключение попадают районы городской больницы номер 2, строительного техникума, торгового центра ИКАР, кинотеатр «Мелодия». Также ожидается заниженное давление и перебои с водоснабжением в районах Уралкалия, гимназии номер 9, Абрамова, дворца металлургов, Вечного огня. Жителям обозначенных районов необходимо сделать запас воды. После возобновления водоснабжения, воду употреблять в кипяченом виде в течение трех дней. На время проведения работ будет организован подвоз воды по графику, который сейчас на ваших экранах. Телефон диспетчерской службы 274900. Продолжу выпуск. «Лики Победы». Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась накануне в историко-художественном музее имени Коновалова. Сергею Коленику посчастливилось познакомиться с одним из героев картин. На выставке «Лики Победы» представлены живописные и фотографические портреты особых жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны. Один из героев того времени – Николай Ваулин. Николай Афанасьевич попал на войну в 15 лет, служил моряком. За многочисленные подвиги был награжден орденами и медалями. Сегодня портреты Николая Афанасьевича висят в Перми и даже в Москве. На открытии выставки «Лики Победы» Николай Ваулин пришел в праздничном настроении. Портрет Николая Ваулина написал молодой и перспективный художник Максим Падерин. Кстати, благодаря ему зародился проект «Пятерка отважных». Это портреты пятерых ветеранов Великой Отечественной войны. А выставка «Лики Победы» – это некое обновление проекта, его расширение. Сегодня в музее висят 17 портретов героев. Такое большое количество народу имеет сейчас возможность сказать лично спасибо нашим ветеранам, не привязываясь к какой-то конкретной дате, не ожидая ее. И считаю, что это одно из главных достижений этого проекта и этой выставки. Главная цель выставки, конечно же, призыв. Всегда помнить о людях, которые проявили героизм, стойкость и смелость не только в годы страшных испытаний, но и в мирной жизни. Внесли большой вклад в развитие города. Посмотреть выставку можно в музее имени Коновалова до 18 октября. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Мы в ответе за тех, кого приручили. Близится Всемирный день животных. Он уже в это воскресенье. Однако любители братьев наших меньших пылают нежными чувствами к зверью не только в этот день. Александра Лимонова хочет напомнить всем о необходимости быть внимательными и отзывчивыми к беззащитным существам. По статистике, у 76% россиян есть домашние животные. Самые популярные любимцы – кошки и собаки. Ухоженные, породистые. У каждого свой характер, темперамент и свой дом. Однако есть и те, кто обделен человеческой лаской. В простонародье их зовут бездомными. Большая часть из них выброшены на улицу хозяевами, отвергнуты единственными близкими существами. Каково это – почувствовать на своей шкуре предательство родной души и каждый день с надеждой заглядывать в глаза людей, голодным взглядом провожать проходящих мимо. Александра – одна из тех, кто не может безразлично пройти мимо нуждающихся в помощи животных. Ее чуткие руки вылечили сотни покалеченных душ. Я хочу, чтобы люди были внимательнее братьям меньшим и больше любили окружающих вокруг себя. Быть отзывчивым человеком – это ее жизненная кредо. Александру можно смело назвать ветеринаром от Бога. Вот и сейчас она своими руками помогает появиться на свет маленьким пушистым комочкам. Буквально минуту назад они появились на свет, а сейчас вот я уже держу их в своих руках. Первый раз держу таких малявочек. Новорожденные котятки. Творить добро, когда есть своя ветеринарная клиника при зоомагазине, все-таки немного легче. Часто всю дневную выручку девушка выделяет на благотворительность, причем помогает не только брошенным животным, но и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Была у нас такая ситуация, что мы познакомились с девушкой, которой необходимо было денежки на коляску. Чисто случайно мы с ней встретились на улице. Также чисто случайно в клинике Александра оказались кошка Настя и кот Семенович. Такие красавцы появляются здесь часто. Хозяйка лечит их и старается найти заботливые руки. Сейчас мохнатым сытно и тепло, но наверняка им очень хочется стать чьими-то личными любимчиками. В этом уголке Добра мы познакомились вот с такой очаровательной малышкой. Это экзотическая альтернатива нашим лесным ежикам. И, кстати, в отличие от своих собратьев, колючки у нее очень мягкие и приятные на ощупь. Малышка, фыр-фыр-фыр. Благотворительность – не единственное хобби хозяйки клиники и зоомагазина. Она часто устраивает для покупателей акции и сюрпризы. Вот так в честь Семирного дня животных за покупку любого товара или услуги счастливых обладателей питомцев ждут хорошие подарки, которые обязательно понравятся братьям-меньшим. Получить подарки можно 4 октября по адресам пятилетки 56 и юбилейная 26А. Кстати, вся выручка в этот день тоже уйдет на помощь людям и животным. Обязательно побалуйте своих любимчиков. Добро обязательно к вам вернется. Александра Лимонова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. А еще одна знаменательная дата стала поводом для празднования уже сегодня. Воспитанники 20-го и 81-го детских садов устроили танцевально-песенный флешмоб в честь Международного дня музыки. Ты готовы? Да! Пусть! Почти 90 детсадовцев вышли на улицу, чтобы напомнить горожанам с музыкой жить веселей. Своё синхронное 10-минутное выступление маленькие артисты готовили около недели, а недостаток танцевального опыта компенсировали задором и непосредственностью. Глядя на юных участников акции, пританцовывать начали их мамы и даже случайные прохожие. А это значит, что цель детсадовского флешмоба была достигнута. Днём пустыки! Днём пустыки! Днём пустыки! Днём пустыки! Днём пустыки! Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и проект «Будь в теме». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей! Спонсор прогноза погоды – компания «Формула тепла». Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация – всё по лучшим ценам. Швейников 1. В четверг в регионе облаков будет много и опять пройдут дожди. Местами возможный мокрый снег. В Перми 2 октября плюс 9, плюс 11. Облачно с прояснениями небольшой дождь. В Александровске плюс 6, плюс 8 – небольшой дождь. В Губахе 6, 8 тепла, облачно небольшой дождь. Такая же погода в Кизеле. Температура воздуха в районе 6 градусов тепла. В Соликамске ожидается плюс 7, плюс 9 – облачно небольшой дождь. В Березниках 2 октября облачно с неустойчивыми прояснениями – небольшой дождь. Ночью около 4 градусов тепла. Днём плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление – 740 мм ртутного столба. Ветер юго-западный – 3,8 м в секунду. В пятницу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз составлен по данным центра ФОБОС. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20 10 50. Город Березники. Швейников 1. Редактор субтитров А.Семкин